Если ориентировщики и спортсмены ушу сезон закрывают, подводят итоги, то любители зимнего плавания сейчас сезон только открывают. Слава Богу, наши местные маржи приняли гостей и несколько недель назад открыли сезон еще в ноябре, а сейчас они побывали в городе Саке. Сегодня у нас в студии участники севастопольской делегации, причем делегации очень разнообразной и многочисленной. Итак, Виктор Пискунов, Алла Гробовенко и Алексей Меркулов. Виктор, самая многочисленная, конечно, была по традиции группа клуба «Буревестик». Как организовали поездку? Значит, 8 числа декабря в Саках прошел слет маржей Крыма и Украины. На этом слете было представлено 20 команд, 150 участников заплыва. От Севастополя было три команды. Клуб «Буревестник», новый клуб «Морж СССР» и, с корабельной стороны, как они назвали себя, клуб имени Олега Сафирника. Где-то общее количество участников было человек 35 от Севастополя. Что интересно, значит, то, что с начала ноября до декабря месяца клуб «Буревестник» пополнился 12 членами, новыми членами. То есть, расчет популяризации зимнего вида плавания среди местного населения. Возрастной ценз у нас, это где-то от 20 сейчас, молодой стал клуб, от 20 до 45. Это основная масса людей. И желающих вступить в клуб все больше и больше. Значит, что хочется сказать о Саках. Значит, самая моржовая семья прибыла. Это город Измаил. Четыре человека, все купаются. Начиная с Ивана Попушенко, его две дочери, 13 лет и 10 лет, и его жена. Директор, вот сейчас мы видим делегацию нового, только что родившегося клуба, морж СССР. Алексей, давайте прокомментируем. Да, морж СССР, наш клуб организовался совсем недавно. То есть, клубу чуть больше месяца, как мы создались. И в нашем клубе сегодня еще, поскольку только основание прошло, то есть, на сегодняшний день всего только пока 11 участников. Наш клуб, считаю, сегодняшний, очень морж СССР является патриотическим клубом. По, скажем, нашим взглядам и убеждениям возрождения нашей великой советской страны. И в нашем клубе, естественно, приглашаем всех, кто неравнодушен к нашему великому прошлому, кто хочет возрождения нашей великой советской страны, хочет твердого духа и хорошего здоровья закалки, приходить в наш клуб и участвовать. Ну, надо полагать, что в вашем клубе не только те моржи, которые родились в СССР, но и дети тех моржей, которые родились в СССР. Да, и потомки их, скажем так, да. То есть, молодежь к вам подтягивается. Молодежь, да, то есть, скажем, наших участников. Ну, скажем, сегодня вот цен возрастной в нашем клубе, это, в принципе, люди в основном 30-50 лет в этом пределе, да. Но есть вот как раз их дети, которые участвуют. Не будет означать то, что новый клуб своей основной площадкой сделает пляжи Балаклавы? Все-таки вы живете в Балаклавском районе и именно там осуществляете омовение? Да, именно там мы, как вы говорите, и занимаемся зимним плаванием. И там у нас в основном все наши участники, с кем мы познакомились и с кем мы знакомы по жизни, да. То есть, в основном участвовали в зимних заплывах. Это пляж Василий и матросский пляж Балаклавы. То есть, поэтому в основном, конечно, работа ведется по Балаклавскому району, да, скажем так. Сразу подсказываю, обязательно надо появиться и на Лягушатнике, так называемом городском пляже. Обязательно, чтобы привлечь, конечно, в свои ряды и основную часть балаклавских зимних пловцов. Виктор, еще пару слов. Значит, принимающая сторона в САКах кто был? САКе, клуб Пенгин. Очень радушно, очень тепло принимали. Большое им спасибо за такой прием. Я еще хочу сказать, что вот эти проведения слетов, это выявление экстремальных пловцов, выявление человеческих возможностей. Например, Иван Попушенко находился в воде 2 часа 9 минут. Олег Сирица более полутора часов. Я проплыл где-то 500 метров с завязанными руками и ногами. То есть человеческий организм, можно по-всякому его тренировать. Но это экстремальный спорт. Экстремальный спорт, да. Алла, вы себя к экстремалам не причисляете? Как вы вообще занялись зимним плаванием? Ну, вообще-то я люблю путешествовать, люблю ходить. Люблю балаклаву, Василии, фиоленту очень люблю. И когда я ходила в походы, я купалась. Купалась, ну, как бы, начиная с весны и осенью. Ну, процесс шел, двигался, как бы, начинали какие-то там болезни. Голова иногда болела. Вот. Я почитала, думаю, нет, нужно не только летом, но нужно уже начинать купаться постоянно. Сначала я записалась в бассейн, походила. Ну, и поняла, что это не мое. Мне нужно движение, и мне нужно купание зимой. И я год назад на фиоленте, это на Яшмовом пляже, это мое любимое место, я туда хожу, купаюсь с удовольствием. Вот, начало оттуда купание. Год я уже купаюсь, вот болезни отступили, я не болею. И случайно, ну, как случайно, по телевизору, газеты читаешь, увидела, что слет был у нас в Севастополе. Приезжали Исааки, отовсюду люди. Вот купались, вышла на Боревестник, вступила и начала с ними участвовать в поездках, в слетах. Ну, а в походы еще сходите? Да, обязательно. Я очень люблю, я вас видела, как там была клавя. Где, где-то на тропе? Да, да, да. Приятно. Виктор, планы, значит, сейчас вот в Саках отстрелялись, отплавались. Значит, планы Боревестника до Нового года, это мы здесь по месту будем плавать, это на, я так думаю, если все Бог даст, на 19 декабря. И, естественно, мы проплывем на Новый год, к 30 декабрю. Это заплыл у нас в Саках, на фотографиях. Это ваши друзья со всей Украины. А температура воды в Саках как была? 8-9 градусов, вода уже холодная, зимняя. Воздух? Воздух был, сначала мы приехали в минус один, а потом до 5 градусов дошло, потеплело. Группа толбатовцев, насколько многочисленная вода? 23, по-моему, человека прибыло. Попушинка и дочка, вы сказали, сколько пробыл на мастер спорта СССР в воде, а как его дочка? Дочка где-то больше часа тоже пробыла в воде. Это Маргарита. Ну и плавала меньше Валерия. Она тоже уже в заплывах участвует. То есть Попушинка решил своих дочерей профилактическим методом лечить. Вместе с женой. И жену тоже приобщает с заплывом. Алексей, я понял так. Василева Балка, Сунгданский пляж на западном берегу и Лягушатник. А вот Алла Сталоник пеших прогулок, можно сказать пробежек. Пляж Ближний, пляж Золотой, Инжир. Не собираетесь ли вы десант высадить туда? Честно говоря, я могу так сказать, что я сам иногда туда хожу. На Инжир часто в основном. Ну не то, что часто. Вот скажем так, что моя жена, супруга, она ходит буквально каждый четверг в походы на Инжир, Ближний пляж. У них постоянно с подругами вот эти прогулки. У меня немного, конечно, не хватает на это время, в дневное время суток. Поэтому и заплывы приходится делать и в основном в вечернее время. Поэтому, то есть, я не всегда, конечно, участвую в пеших прогулках. То, когда, естественно, будет время позволять, естественно, мы будем, я так думаю, вместе с клубом Буревестником, обязательно, как выезжаем на заплывы в другие регионы Украины, так же и будем, я думаю, гулять. Устраивая спортивные праздники на Ближнем пляже, можно доплыть до Инжира и обратно. Конечно. Или хотя бы до серой скалки вдоль берега, каботажное плавание устроить. Ну, мы к Новому году, 30-го числа, собираемся вместе с клубом СССР, моржи СССР, в Малаклаве сделать заплыв. Где, в каком районе? Ну, еще не определились, но какую-то бухту мы переплывем. Вот есть любители, которые на Ближний пляж, на Золотой, летом ходят. Вот им нравится обязательно потолкаться, чувство локтя, там на песке отгрести себе 10-12 сантиметров, рядом с разморенными солнцем телами. А есть люди, которые ходят на Ближний Золотой пляж, когда там, собственно говоря, пустынно. Можно выйти на один край пляжа и увидеть такого же, как ты, на другом конце пляжа. Не докричися. Вот сейчас и вода похолодней, то есть ее лечебные свойства, безусловно, намного выше. Допустим, по бактериологическим загрязнениям сегодня морская вода намного лучше, на порядок лучше, чем летом, в июне и даже в августе. И как вообще говорят же медики, сами знаете, да, то есть, что первые 3 минуты холодная вода любому организму приносит пользу. А все остальное, это уже по возможностям своего организма, конечно. Ну хорошо, а как определить такие возможности, как себя вот заставить? То есть, надо убедить себя в том, что тебе приятно и следующие 3 минуты? Да, но здесь вот такой момент. Значит, опять же-таки, с медицинской точки зрения происходит следующее. То есть, если у человека, как правило, есть какое-то, у любого практически есть какое-либо хроническое заболевание, правильно? То есть, если человек, скажем там, у кого-то ноги болят, у кого-то суставы, руки и так далее, да? То есть, если человек поплавал, окунулся в холодной воде и у него нет никаких обострений, значит, ему ничего не противопоказано в зимнем плавании. То есть, можно спокойно этим заниматься. Алла, а как вы себя настраиваете перед входом в воду? Ну, я хожу, я сказала, что любимое место у меня Фиолент-Яшмовый пляж. Пока я спускаюсь в 800 ступенек, я уже получаю удовольствие. Подхожу к воде, а там чистая, необыкновенная чистая вода и вот этот пейзаж. Ну, я вообще получаю удовольствие. Я даже себя не настраиваю. Я захожу в воду. И там такая аура. Да, да, там настолько положительная. Ты окунайся, и такое впечатление, что ты сам очищаешься, вот все болезни тебя покидают, и ты начинаешь жить заново. Ну, к сожалению, не все ветеранши плавания зимнего в том числе и активного образа жизни в состоянии спуститься эти 800 ступенек. Они чистят вокруг себя пространство прямо на Приморском бульваре возле памятника затопленным кораблям и взбадривают себя коллективными заплывами. Их можно увидеть практически каждое утро, каждый день и каждый вечер. То есть у кого, когда появляется свободное время, они, конечно, тянутся, пытаются обобщаться, сообща, плавать. Но я наблюдаю, что у кого, как выдалось минутка, пришел, окунулся. Да, еще хотел бы обратиться к нашим севастопольским телезрителям. И первое, что, конечно, поблагодарить программу «Спектр» всех участников за то, что они постоянно, скажем так, пропагандируют участников зимнего плавания и наши клубы. И, конечно же, самого Владимира Иларионова, поскольку Владимир Иларионов, если не все знают, может быть, телезрители, сам является уже ветераном зимнего плавания. И сегодня, конечно, в прямом эфире от клуба зимнего плавания «Морши СССР» я хотел бы вручить в прямом эфире при всех эту грамоту. От Севастопольского клуба зимнего плавания «Морши СССР» награждается Иларионов Владимир Иванович за пропаганду здорового образа жизни, активное и объективное освещение в СМИ жизни и деятельности клубов-любителей зимнего плавания. — Спасибо. — Я думаю, что у нас будет повод получить такую же грамоту и от клуба. — Естественно. — Естественно. — Надо только заработать ее. И все же планы на январь месяц. Я понимаю, 30 декабря вы пока только гипотетически выбрали «Балаклаву». Это может быть или «Гушатник», для того, чтобы это был массовый заплыв, чтобы люди потянулись. А если мы объявим заранее, то, может быть, придут и те балаклавские «Моржи», которые, знаете, у них свой какой-то определенный такой менталитет. Вот мы в «Балаклаве» купаемся, нам незачем ездить на Приморский, пусть они к нам сюда приезжают. Горане идет к Магомету, но он придет, Магомет говорит, значит, сделаем такой вариант. — Поэтому и организовался клуб «Моржи СССР», который ближе по «Балаклаве», это будет оперативно всех собирать. Это очень положительный момент. — Ну, дальше что у нас? У нас крещение. То есть в Херсонесе будет, скорее всего, какой-то заплыв. И все-таки я настаиваю, чтобы был организован такой поход выходного дня в район Инжира. Пока там немноголюдно, и вся общественность зимнего плавания любителей, чтобы могли там провести хотя бы пару часов. Пешком туда, пешком обратно. Катера сейчас не особенно... — Они не нужны. — Предлагаю вам и возглавить... — Экспедицию. — Да, экспедицию этот поход. И правильное освещение в СМИ. — Ну, закончится январь. Дальше у нас есть еще февраль, март. — Ну, в январе у нас слет «Моржей» будет в Юпатуре. А 23 февраля у нас уже слет «Моржей» в Севастополе. Ну, а потом Днепропетровск, ну, как обычно, Измаил. Так, и в прошлом, точнее, вот в этом году последний, можно сказать, холодный заплыв, хотя он был относительно холодной в воде, был в Балаклаве с Василей на Солдатский пляж. Будет ли вот по весне апрель, март? — Да, да, обязательно, обязательно будет, обязательно. — Ну, что ж, я благодарю вас за участие в программе, за грамоту отдельное спасибо.